Дорогие друзья, добрый вечер. Наливайте себе чай. У меня чай с милиссой. Видите, какая красота. Ой, сейчас какой запах. Присоединяйтесь ко мне. Я постараюсь сегодня недолго, потому как выход мой сегодня к вам на беседу продиктован последними событиями. И благодаря, Надюша, вам, Надежде Малышевой, я огромное шлю спасибо ей. Благодарствую, Надюша, за то, что вы вразумели меня, за то, что вы остановили меня. И я сейчас уже исправила. То есть там идет исправление на Ютьюбе. Я просто удаляю этот кусок. Вообще этот сюжет пока убрала. Его в данный момент никто не может видеть, чтобы не посмотрели люди, чтобы я не ввела тех людей, которые еще не посмотрели в заблуждение. Ну а те, которые посмотрели и вновь зашли на мой канал, прислушайтесь к тому, что я сейчас скажу. Потому что я была совершенно неправа относительно того, и сейчас объясню, почему я это сказала, что после смерти наших близких, людей, мы должны 40 дней за них молиться и просить прощения за них у Бога. На самом деле, я, видите, этой темы, как бы почему я так сказала, сейчас объясню, почему так глубоко во мне столько лет это сидело. Я даже не заглядывала. То есть меня вот эта тема, она меня не интересовала никогда. Я просто знала, что если я истинно и искренне верю во Христа, если я стараюсь жить, конечно, все соблюсти человек в мире, законом не оправдаться. Поэтому Бог и дал новый закон, чтобы мы по любви, по вере в Иисуса Христа имели спасение. И я как-то этой темы вообще не касалась. То есть я не промаливала этой ситуации. То есть у меня никаких вопросов не возникало никогда. Что там дальше, что там я знала просто, что я спасусь, если я буду стараться жить, совершать благие дела, жить по вере и исповедовать Иисуса Христа Господом. И поэтому у меня вот это все как-то... Но тут, когда я рассказывала о Дне Пятидесятнице и сказала про 40 дней, что меня понесло туда вообще, не знаю. Надя мне пишет. Меня вообще, я говорю, меня несет. И хорошо, что меня Господь остановил благодаря Надюше вам. То есть чтобы я поправилась и изменила. Скажите, пожалуйста, откуда эта информация, пишет Надюша, что после смерти человека нужно молиться за него 40 дней. И что его душа не сразу уходит. Мне говорили в церкви евангельской, что за умерших вообще молиться нельзя. Объясняли это тем, что для умерших все уже решено. То есть поздно молиться. Если вам будет удобно, можно ответить сюжетом. Улыбаясь. Надя пишет. Потому что через Надю мне Бог очень много дает. Чтобы я... И сюжеты какие-то у меня возникали, и ответы у меня возникали. То есть очень много. Надюша, вы благословенная сестра во Христе. Я это чувствую. Я ей пишу. Наденька, милая, спасибо за вопрос. Я его обязательно промолю и отвечу. Вот чем я и занималась сегодня. После работы. И вот сейчас я написала Наде. Надюша, вы абсолютно правы. Я уже редактирую и так далее. Я убрала пока сюжет, чтобы его не могли посмотреть. На самом деле я почитала Писание. Все. Как говорят у нас в мире, поздняк метаться. То есть человек ушел из жизни, и он предстанет перед судом за то, что он совершал при жизни. И вымолить уже за это прощение у Бога невозможно. Было время. Надо было жить так, как положено. Так, как Господь нам заповедал. Нет. Все. Но я всегда говорила и говорю. Сейчас скажу, почему я это сказала. Вообще сказала вот это все. Но я всегда прошу молиться. Знаете, за что? Потому что у меня что-то перепуталось. И все, короче, смешалось. Если я не успела попросить прощения, человек ушел. Вот у меня вот эти какие-то мысли всегда посещали. То есть я… Меня не успел человек простить. Вот я в чем-то перед ним была виновата. Я что-то сделала плохое. Вы же видите, почему нужно сразу прощать людей. Вот он ушел из жизни. И все. И я не успела попросить у него прощения. Он с этим и ушел. Понимаете? Ушел. Наверное, это тоже бесполезно. Потому что все нужно делать вовремя. Понимаете? Вовремя. Поэтому Господь и говорит, прощайте сразу. Не держите вы вот это все. А почему я это сказала? На заре моего вероисповедания, когда я только начала учить Писание, ну не сразу, все равно погодя. У нас как-то не было вообще вот таких проповедей. Вообще не было. Наверное, они и не нужны были. Потому что, ну а что о них говорить, если это все-все? Что об этом говорить? Упор давался на то, что должны делать живые. То есть, как мы должны жить. И это правильно. Поэтому у меня нигде ничего никак вот это не откладывалось. Вот прошло какое-то время, и вдруг меня просят, зная, что я человек верующий, меня просят провести поминальную трапезу. Ну я же вела банкеты, я вела праздники. То есть я, как бы вот, меня очень многие знали в городе, очень многие. Я на уровне губернатора, на уровне края. То есть я вела мероприятие очень у высокопоставленных чиновников. И вот меня просят провести поминальную трапезу. Представляете? Я же никогда подобного не делала. И мне говорят, Наташенька, ничего, ничего, вы подготовитесь, вы успеете. То есть у меня было на всё, про всё три дня. Ну что мне было делать? Я села, написала сценарий. Сценарий. Я почитала, как это проходит за рубежом. Я перерыла всё. Я пошла в православную церковь. Почему? Потому что я сразу спросила, а человек верующий? Да, он православный. Ну что ж мне делать-то? Я пошла в православную церковь. Я обратилась там к служителю православной церкви. Сказала вот так и так. Сначала это было воспринято в штыки. То, что я вообще пришла спрашивать, как бы помочь мне. Дескать, ты кто такая? Вот пусть заплатят и всё сделает. У нас тут специальные люди есть. А ты-то кто такая? Я говорю, но меня люди попросили. Почему я должна людям отказывать? Я верю в Бога. Я в себе чувствую силы, что я смогу это сделать. То есть, в общем, меня всяко-разно там это самое. Ничего мне не сказали особо. Но так как там лавка есть в православной церкви, я купила специальные брошюры. Подошла и купила. И про умерших, и как молиться, и что с душой происходит. То есть, как бы вот с точки зрения православия. И вот там я начиталась всего этого. И три дня, и девять дней, и сорок дней. То есть, вот это всё то, что я вот сказала в сюжете. И то, что потом я уже вот эти все вещи, которые изучила, уже напечатала. Всё это как бы собрала. Как это всё должно быть. Много внесла светских вещей туда. Потому что люди были такие... Ну, я знала, я чувствовала, что всё-таки как это должно быть. И вот с этим я пошла проводить поминальную трапезу. То есть, на основании вот этих вот... Этой литературы, православной литературы, которую я тогда начиталась. И у меня даже мысли не было, чтобы как-то вот это вот всё проверять как-то. Как-то я доверилась, понимаете? Доверилась. У меня ещё не было тогда такого в духе бунта относительно всех вот этих продаж. То есть, я ещё как бы очень была такая вот, ну, не сильная в духе. Поэтому, ну, мне сказали, значит, кто-то такая. Ну, я и пошла с миром. Не стало ничего. А потом увидела эту лавку и накупила там вот этой литературы. Потом... Потом мне ещё один раз попросили. Я вот сейчас, когда вот стала сегодня читать, когда я обратилась к Богу с этим после вот письма Надинова, ну, почему мне Бог не давал? Почему Он мне не давал вот это всё это проводить? Ведь я же поехала тогда на наше кладбище. У нас кладбище Бодолык, когда вторая трапеза, когда ко мне обратились. Ну, со второй трапезы, если тут чиновники обратились, то там обратились друзья, очень близкие друзья обратились. Причём живущие не в Красноярске, проживающие совершенно в другом городе, но приехали здесь родители, и вот папа умер, и они ко мне обратились. И когда я поехала на наше кладбище Бодолык и встретилась с руководством, и думала, может быть, это мой путь, может быть, мне нужно служить Богу вот так. То есть я себя искала. И когда я пришла к руководству, он на меня вот так посмотрел и говорит, Наташа, а вы понимаете, что я хороню в день на своём кладбище минимум 40 человек? 40. И если я, допустим, сейчас предложу родственникам, то есть я это практически безвозмездно всё делала, я не брала за это деньги. Если я предложу родственникам, что вот вы будете, ведь желающих-то будет много, а вы одна. Вы сможете? Вы это выдержите всё? Я говорю, ой, я... Во-первых, я даже не представляла, что такую цифру мне назовут, я говорю, вы знаете, я буду думать, я буду молиться, как Богу будет угодно. В первое, что я сделала, я позвонила Вале Гавриковой, своей подруге Валентине Васильевне. Вале филолог, Вале ведущая в лагере солнечном, то есть она вела все программы, и она филолог, она прекрасно разговаривает, она очень любит людей, она очень добродушна. Я ей позвонила, сказала, Валя, ну думаю, надо набирать тогда, может, команду, может быть, я действительно... Найдутся люди, которые будут помогать, потому что вот в это тяжёлое время я знаю по себе, насколько это тяжело. Но мне все отказали. Валя сказала, да ты что, Наташа, ты что, нет, нет, нет. И всё. И вот после вот этих двух трапез тишина. Хотя и на сайте есть предложение, то есть, естественно, если я сейчас... Может быть, Богу не было угодно, потому что у меня была вот эта искажённая информация. И сейчас, когда я всё это уберу, пересмотрю, промолю эту ситуацию и отдам всё это вот в его руки, так сказать, решить. И если ему будет угодно, может быть, я на самом деле буду проводить эти поминальные трапезы, буду помогать людям в это трудное время. Потому что хода у меня не было. У меня не было хода столько лет. Оказывается, видите, какая ложная информация. Меня, конечно, это нисколько не оправдывает, потому что я должна была всё равно, я должна была сесть на писание очень плотно, а я, видите, что... Ну, меня смутило тогда... Я и с Сашей разговаривала, я сейчас вспоминаю, я и с Сашей разговаривала с нашим пастором тогда. Говорю, Саша, благослови меня, могу я это делать? У меня есть сценарий, я ему показала. Сейчас вспоминаю. Да. Я говорю, человек православный, я говорю, я же должна его по православным обычаям всё это сделать. Ну, он как бы не сказал нет, не сказал да, как бы так спокойно как-то отнёсся к этому. Как-то так. Но если бы я стала, понимаете, если бы я стала как-то по-другому вся семья православная, то есть я по-другому тогда не мыслила, я поэтому пошла в православный церк. Ну, а там вот платите деньги, мы придём и сделаем всё, что надо. Вот это кто такая? Действительно. Ну, и всё, и я, и на этом всё, так сказать, Господь остановил. Поэтому, Надюш, большое спасибо и все, кто посмотрели сюжеты, вы имейте в виду, что эта информация была ложная, она была неистинная, она была неверная. То есть, а вот что касается того, что вот мы, вот то, как я считала, что прямо вот сейчас вот мне Бог сказал, прощение нужно просить, в смысле прощать нужно людей сразу, а не ждать, пока он умрёт, а потом вы, значит, ах, 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 я, значит, не успела прощения попросить. Всё, поезд ушёл, как мы в мире говорим, делайте сразу. И я сейчас это очень, вот очень чётко это услышала, что я ещё думала, ещё садясь за стол, я думала, что, наверное, за это-то можно просить прощения, если ты не успел. А Бог мне говорит, так успевай, кто тебе не даёт? Если ты сразу в чём-то виновата перед человеком, сразу и извинись, скажи, ой, я была неправа. И всё, и голова не болит. Простили, и всё, и живём хорошо. Благослови вас, Господь. Редактор субтитров А.Сёмкин Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова